Профессор Дершевитс, известно, что вы поддерживали Кэмп-Дэвидские мирные соглашения. Оглядываясь назад, не считаете ли вы, что они были ошибкой, и как бы вы их изменили? И что вы думаете о новом так называемом мирном предложении ООП и иорданцев? На текущий момент я полагаю, что мир – это процесс, и мы не достигнем мира на Ближнем Востоке с помощью какого-то волшебного прорыва. Я не только поддерживаю Кэмп-Дэвидское соглашение, я горжусь тем, что трое моих бывших студентов принимали участие в их подготовке. Это было полностью Гарвардское соглашение, потому что выпускники Гарварда участвовали в нем и с американской, и с израильской, и с египетской стороной. Однако, вне зависимости от этой гордости, я думаю, что Кэмп-Дэвидские соглашения стали важным шагом вперед. Как кто-то однажды заметил, на Ближнем Востоке не может быть войны без Египта и мира без Сирии. Сейчас мы в такой стадии, что нет ни войны, ни мира. Я думаю, что этот шаг вперед был очень важен. Он показал, что возможно состояние где-то между войной и миром, которое лучше, чем состояние полной войны. Недавние предложения ОООП демонстрируют огромную степень раздробленности внутри ОООП. Я считаю, что ОООП – это террористическая организация с многогранным руководством. Я считаю, что сейчас Израиль должен поддержать. Я терпеть не могу слова «умеренных», а не «неумеренные». Умеренное крыло ОООП по всем стандартам – экстремистское крыло. А экстремистское крыло – это невероятно жесткое крыло. Но Израилю не с кем вести переговоры, кроме руководства ОООП. Нужно сесть за стол переговоров со смешанной делегацией палестинцев, иорданцев и египтян. Это будет важным шагом. Я рад тому, что израильское руководство во главе с нынешним премьер-министром гораздо более гибко подходит к этим вопросам, чем при предыдущем премьере. Я думаю, что за последние 4-5 лет не было лучших возможностей для мира на Ближнем Востоке, чем сейчас. И я надеюсь, что и израильтяне, и египтяне, и иорданцы, и отдельные представители палестинцев и ОООП увидят, что решение этой проблемы отвечает их общим интересам. Невозможно выработать мирное соглашение, которое хочет увидеть Раби Кахана. Волшебное решение, при котором не будет ни агрессии, ни войны, ни террористов. В обозримом будущем в Израиле будет террорист. В обозримом будущем арабские государства будут враждебны к Израилю. Нам нужно наименее плохое решение, а не лучшее решение. И я думаю, что мы делаем правильные шаги, шаги в нужном направлении. И я оптимистично смотрю в будущее, потому что прогресс налицо. Мы движемся в сторону мира, который смогут принять многие американские евреи, многие израильские евреи и многие умеренные. Это самое большее, под чем я готов подписаться. Снова повторюсь, у меня нет волшебных решений. Если бы они у меня были, я бы занялся политикой и не стоял бы здесь, рассуждая о плюсах и минусах различных шагов. Я думаю, что последовательные шаги важны. Я поддерживаю Кэмп Дэвид, я поддерживаю американские усилия по достижению мира, и я поддерживаю более тесные отношения, которые недавно установились между израильским и американским правительствами. И я верю, что эти шаги ведут в правильном направлении, пусть и не к немедленным решениям. Я считаю, что Кэмп Дэвид – это катастрофа. Я служил в Синае и видел, какую территорию мы отдали. Территорию в два с половиной раза больше самого Израиля, буферную зону Израиля. Не существует умеренных арабов. Есть лишь два типа арабов – умные и глупые. Глупые говорят то, что думают. Вторая группа – умные. Поняли, что не смогут победить Израиль на войне, и начали действовать за столом мирных переговоров. Какая страна начинает пять войн, проигрывает пять войн и после этого требует землю? А какая страна подвергается нападению пять раз, выигрывает пять раз и после этого отдает землю? Да, верно, сегодня Египет и Израиль не воюют. И 11 лет между 1956 и 1967 годами тоже не воевали. Знаете почему? Потому что они считали, что не смогут победить. В тот день, когда египтяне научатся использовать свои американские самолеты и американские танки, когда они вернутся обратно в семью арабских народов, тогда вы увидите, что значит для нас потеря Синая и отвод войск на расстоянии 100 километров к нашим городам. Я был в Ямите и говорил с начальником Южного командования. За день до того, как наших людей вытащили из домов, я сказал ему, «Вы понимаете, сколько тысяч еврейских ребят погибнет из-за того, что вы делаете?» Он ответил, «Понимаю, но я солдат, и у меня есть приказ». Конечно, я хочу мира. Я же не дурак. Но мира не хотят арабы. Почему мы их так презираем? Вопрос не в Синае и не в Западном береге. В Ливане нет ни одного арабского беженца из Западного берега. Все до единого приехали из Галилеи и Хайфы. В Газе нет ни одного арабского беженца из Западного берега. Половина из них приехали из Яфы, Рамля и Лода, а также из Бершевы и нынешних Аждода и Ашкелона. Вот чего они хотят. И я их понимаю. Они считают, что это их страна. Я понимаю их. Вот в чем вопрос. В существовании еврейского государства. А мы здесь сидим и разглагольствуем о справедливом мире. Как здорово делать это в Гарварде, но как бессмысленно в Израиле, где мы имеем дело с врагом, который еще до создания еврейского государства уже был против его существования. Теперь насчет этих сложных территориальных компромиссов по поводу границ 1967 года. Чего они хотели в 1947 году? Каков результат мира 1947 года? Окупация территории в 1967? А что в 1937 они убивали евреев из-за оккупации в 1967? А что им не нравилось в 29-м, когда они за один день вырезали 67 евреев? Ну да, конечно, оккупированные земли 1967. Кэмп Дэвид – это трагедия, потому что впервые Менахим Бегин. Вам нравится это правительство, потому что оно не такое бескомпромиссное. Так вот, бескомпромиссное правительство Бегина отдало Синай. Потому что на него давили. Давили американцы. Американские еврейские лидеры. Вот что происходит сегодня в Израиле. Из-за евреев, а не кого-либо, мы утратили наш дух. Впервые я вижу нашу страну несчастливой. Люди потеряли веру в себя. Я говорю с солдатами, и у них связаны руки. Конечно, они злы по поводу Ливана, но они не были злы, когда входили в него. Они злы, потому что сейчас, спустя два года, у них связаны руки. Вы либо воюете, либо не воюете. Вы не можете и воевать, и не воевать одновременно. Мы послали 10 тысяч израильских солдат в океан из полумиллиона шиитов. Чего мы ждали? Если бы я был министром обороны, я бы не выводил израильтян из Ливана. Потому что в тот же день, когда мы покинем Ливан, ракеты снова упадут на те же галилейские города, на которые они уже падали раньше. Но на этот раз окажется, что 640 солдат погибли ни за что. Но в то же время я бы не стал поступать, как хочет Ликут. Просто оставаться там. Это убийство. Убийство. Нужно оставить израильские войска в Южном Ливане и выселить шиитов. Вот ответ. Мир покричит месяц, а затем переключится на Афганистан. Это грубая игра. Говорить самое простое. И многие хотят простых ответов. Самый простой и самый обманный из всех ответов бросится в объятия мира, любви и братства. И кто же против мира? Кто против любви? Кто против братства? Многогранная ООП. Вы правы. Есть экстремистские террористы и умеренные террористы. Умеренные террористы убивают евреев умеренно. Кто такой умеренный террорист? Это умный террорист. Благодаря таким разговорам, как ведутся сегодня, и уж, конечно, не намеренно, Ясер Арафат стал считаться в прессе умеренным. Он заставляет себя сказать, «Я принимаю Израиль». А затем мы пытаемся понять, имеет он это в виду или нет. Нет, не имеет. Он хочет смести Израиль с лица земли. Если бы он мог, он бы нас разбомбил. Он не может сделать это только потому, что мы разбомбили его в Ливане. И вот однажды у него не осталось выбора, кроме как стать умеренным. Как говорят арабы, сначала загнать их в границы 67-го года, затем в границы 47-го, и затем в море. И тогда мы будем делать это. Спасибо.